Гордятся и передают историю из поколения в поколение и в семье Александра Ливанова. Ему был всего месяц, когда отец Сандир Ливанов ушел воевать на фронт. На прощание воин поцеловал своего сына. Это была их последняя встреча. Спустя годы семья Сандира Ливанова узнала, что он захоронен на территории Литвы. И сейчас главная цель для них – отдать дань памяти и возложить цветы к могиле героя. Хрупкие и потрепанные от времени письма Александра Ливанов хранит с особым трепетом. В них последние слова от ушедшего на фронт отца Сандира Ливанова. Семья всегда им гордилась. Родные каждый год участвовали в бессмертном полку. Рассказы о его жизни знают даже самые младшие члены семьи. Последнее письмо было из Харькова. И он писал, сегодня на нас кинули бомбы в воздух, самолеты бомбили. И говорит, я, слава богу, живой остался. И после этого, значит, письма не было от него. Это какой год был? Это где-то 43-й, 42-й. А погиб? Погиб в 44-м году, в начале, в конце июля, начало августа. Долгие 75 лет о погибшем Сандире Ливанове ничего не было известно. Вся семья была уверена, пропал без вести. Да, на его могиле случайно нашли внуки. Увидели на сайте с записями о погибших солдатах. Обнаружили захоронение на территории Литвы. В архивах стало известно и о его боевом пути. Сандир Ливанов родился в селении Хазнедон. После трехмесячной подготовки был определен в танковый корпус 19-го стрелкового полка 43-й армии. Со своей частью он прошел длинный боевой путь до Прибалтики. Он был храбрым воином, проявлял смелость и отвагу. А однажды спас своего раненого командира, за что был награжден медалью за отвагу. Конечно, горжусь. С ними еще были ребята в прохладном. Некоторые сбежали оттуда. Некоторые. А он не захотел, говорит. У меня, говорит, два сына растет, чтобы, говорит, их никто не называл сыном предателя. Я 42-го года, у меня был месяц, когда он шел на фронт. И когда, значит, распрощались в доме, до Калитки дошел, с дома до Калитки, потом он вернулся и мне поцеловал, говорит, чтобы с этого мальчика, вот, чтобы, говорит, не потеряли его за вчифудой. За вчифудой мы офисоваться мог. Сейчас Сандир Саламарзаевич Ливанов похоронен в братской могиле с другими павшими воинами на территории города Бержай, Литвы. Сейчас главная мечта и цель семьи Ливановых отправиться в Литву и отдать дань памяти герою-освободителю. Галина Григориан, Хетагапоев, Новости Осетии.